12 февраля текущего года город простился с легендой Каспийского и дагестанского футбола Сергеем Ефимовичем Кащеевым. Его знали все подростки, взрослые и даже те, кто был далек от спорта. Он был человеком, внесший огромный вклад в развитие футбола не только в родном Каспийске и Республике, но и за их пределами. Сегодня о нем отзываются, как о профессионале и любителе своего дела, каких еще стоит поискать. Мне посчастливилось более 10 лет работать с этим, не побоюсь этих слов, прекрасным человеком, добрящий идущий человек, чуткий, отзывчивый коллега, преданный друг. В 1962 году Сергей Ефимович служил в Азербайджане. Оттуда был переведен в Зербент, где его заметили как спортсмена. Вскоре после прохождения армии Кащеев перебрался в Дагестан и с 1966 года начал свою спортивную деятельность. Создал команду «Урожай», два года работал в Дербенте, оттуда команда «Урожай». Оттуда его переводят в Каспийск, здесь он создает команду «Труд». Параллельно работая в Дагдизеле, конструктором, он тренировал команду «Труд». Отметим, что Кащеев играл за команду «Труд» с 1971 года. В тот период футбольная команда и стала победителем Кубка РСФСР. По словам его коллеги, друга и соратника Вадима Шейкова, эта победа принесла большой успех не только команде, но и городу. Это первая такая серьезная победа Каспийска. Каспийска раньше всегда был футбольным городом. Футбол, бокс и теннис. Тогда еще столько видов спорта не было. А вот он, Сергей Ефимович, с Кубком России. Это Кубок России. В 1972 году Сергей Ефимович и начал свою тренерскую деятельность в команде «Труд». Его воспитанники добивались успеха как на российской, так и на международной арене. В период его тренерской деятельности команда дважды стала обладателями Кубка Северного Кавказа. Многократно была чемпионами первенства Дагестана. На чемпионате России входила в четвертую зону. Это лишь малая часть его успеха в спортивной карьере. Его коллеги считают, что в этом ему помог особый подход. Он всегда говорил так, однотонно, спокойно. Даже если делал замечания, даже если ругал кого-то, а нас стоило ругать, всегда тренера ругают спортсмена своих. Он это делал все на одном уровне, все спокойно. Я по этому поводу насчет таких тренеров не встречал ни по одному виду спорта. Его тренерская деятельность развивалась благодаря его вере и упорному труду. В 1980 году спортивная команда «Труд» была переименована в «Заря». После под новым названием они стали чемпионами Кубка Терек и выиграли чемпионат СССР среди заводов-гигантов. А в 1991 году переименовалась в «Каспий». Отметим, что Кащеев также тесно дружил с советским футболистом, олимпийским чемпионом Львом Яшиным, который несколько раз посещал Дагестан и даже встречался с командой Сергея Ефимовича. Последние годы своей жизни он отдал спорту и детской спортивной школе, а после 2020 году вышел на пенсию. Мы обычно по утрам на прогулки ходили, я его всегда встречал где-то с полседьмого утра, и вот он с собачкой гулял, даже он с собачкой маленькой, и уже все люди, а где он, где собачка, которая маленькая была, где, все, очень многие его знали, ну, как и спортсмены, и как человека порядочного. Вот такие были, это самое время было. Благодаря Кащееву и его усилиям тысячи мальчишек связали свою судьбу со спортом. Он воспитывал в своих учениках не только футболиста, а в первую очередь человека. Асияту Малатова, Гаджи Гаджиев, Новости, Телеканал Среда.